Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Крипто Фромпен. Сегодня мы с вами поговорим про биткоин, мы затронем с вами экономическую составляющую, да, ФРС, инфляцию, соответственно, поговорим про индикаторы и, конечно же, кингфишер. На самом деле, очень важная информация, потому что обновились определенные данные, я это увидел и слегка подрастроился. И есть неприятные новости, серьезно, неприятные новости, которые от нас абсолютно не зависят, но еще не все так плохо, но само по себе неприятно. И видео сегодня будет короче обычным, потому что я очень спешу, но оставить вас без контента не могу. Итак, поехали. Начнем с того, что пару дней назад, а конкретно два дня назад, 18 апреля, я рисовал потенциальный Еву и Адам разворотный паттерн. Также я о нем писал в телеграм-канале, обязательно подписывайтесь и вступайте. И, конечно же, я его показывал и во вчерашнем видео. В итоге мы забрали 100% отработку, 28 тысяч. Вчера очень подробно мы рассказывали про зоны, поддержку, как можем глубоко упасть, откуда может быть отскок. Пересмотрите видео, и оно потрясающее. Вам всем понравится. Поэтому, к сожалению для быков, паттерн Евы и Адам реализовался на 100%. Да, об этом я сообщал в телеграм-канале, но позже еще были неприятности. Я сказал, что объемы на 4-часовом таймфрейме нарастают. Также показал вам конвергенции, намек на 15 минут на таймфрейме, на отскок в моменте. И, конечно же, ночью дополнил это все. Очень важной инфой. И это мы сейчас разберем. Но давайте сейчас скажем про опасность. Что происходит? Значит, значит, обратите внимание, у нас вышли предварительные данные, которые будут 10 мая. То есть, вы помните, мы планомерно по инфляции снижаемся. И на этом сильно строились мои прогнозы в декабре, когда я на ноябрь делал и прочее, прочее. Соответственно, сейчас неприятность. От вас это никак не зависело. Еще все может измениться, но это неприятность. Значит, у нас текущая инфляция, помните, была 6, предполагали 5,2 будет, а стало 5 на целый процент. Это очень серьезный позитив в долгосрок. Но мы сейчас имеем текущую 5, и инфляция вроде как повышается. 5,2. Я напомню, примерно похожая ситуация, уже что-то было. Было. И я вскрыл этот нарыв гнойный через дополнительную информацию. А конкретнее индекс цен производителей. Но мы сейчас не имеем информации. Я не знаю, какой она будет. То есть, смотрите внимательно. Если вдруг, то есть текущая минус 0,5, если она идет еще на понижение, то это будет высокой долей вероятности, что данные по инфляции будут ошибочные. И мы получим серьезнейший аргумент за то, что здесь будет либо 5, либо может быть даже 4,9. Хотя, прямо сейчас на это сильно рассчитывать не стоит. То есть, есть вот прогноз. Он есть. Все может измениться. Но это резкий негатив. Это резкий негатив. Имейте в виду, это фундаментал. Ничего с этим не поделать. Но еще раз. Это не значит, что биткоин не будет отскакивать. Это не значит, что биткоин может совершать импульсное движение. Но исходя из этой информации, мы сейчас имеем шортовую атмосферу. И будем следить за индексом цен производителей. Если они выйдут раньше, и мы увидим примерный прогноз, то мы будем понимать, где корректировка. Да, конечно, на некоторых сайтах, которые тоже отслеживают инфляцию, я вижу, что все-таки инфляция гораздо ниже, чем нам тут транслируют. И, возможно, в этом некоторого рода хитрость. Но это все может быть. А мне кажется. А я считаю. Мы так не работаем. Вот есть у нас одни данные. Сравнив их со вторыми и прочее, прочее. Поэтому, пожалуйста, учитывайте это для своей торговли. Это крайне важно. И, исходя из этого, мы уже получаем повышение ставки от ФРС на 25 базисных пунктов против 20 в ноль. И это как раз влияние той инфляции, того прогноза, который мы сейчас имеем. 5,2. Поэтому вот ставка от ФРС у нас будет 3 мая. А, соответственно, инфляция 10 мая. До этого момента определенного рода неопределенность. Вплоть даже до боковика. Также я в своем телеграм-канале расписывал и показывал вам различного рода индикаторы в плане конвергенции. Да, то, что очень сильно натянут. Это все связано с деньгами money flow. И, конечно же, показывал вам ночью объемы. Так вот, давайте начнем с объемов. 4 часов таймфрейм. Мы получаем резко снижающийся объем наполовину. Это уже позитив в моменте. Но это лишь первая фаза. Может так случиться, что да, объемы у нас упадут. Здесь будет небольшой объемчик. И мы получим как расхождение. Но цена еще макнет в 20 тем 100, о котором мы говорили вчера и ранее. И, соответственно, будет расхождение. И да, там потом пойдет импульс. Окей, может конвергенции и не случиться. Может быть боковик или просто движение вверх по цене. Но важно то, что сейчас получили резкое сокращение по объемам. Вот вам ситуация похожа, да? Но это не значит, что там все закончилось. Там еще был боковик. Плюс не забываем, что здесь идет влияние тех предполагаемых данных по инфляции. Которые в том числе могут давить еще на цену. Но сам фактор интересный. Но если посмотреть трехчасовой таймфрейм, то вот как раз таки мы видим резкое снижение. Но на части это уже и давно прекратилось. Но, как писал в телеграм-канале ночью, очень обстоятельный, обширный пост, почитайте. 23-часовой таймфрейм даже и всходя из всего мы не получаем резкого нарастания на слив объемов. И я покажу почему. Тут кроется дельта объемов. Поэтому это такой маленький позитивчик для быков. И даже если взять дневной таймфрейм, обратите, пожалуйста, ваше внимание. Вот, резкого увеличения объемов мы не имеем, к счастью. Вот, здесь был лютый рост. Здесь, соответственно, вы видите боковик. И даже исходя из тех свечей, которые мы сейчас наблюдаем, мы резкое снижение по объему не получили. Более того, это связано с деньгами. Посмотрите, пожалуйста, вот они резкие свечи. Но резко деньги не выходят. То есть, это связано с тем, что у нас идут продажи, а покупок нет. То есть, как раз-таки серьезные дяди убрали свои лимитки. И таким образом освободили путь в этом трубопроводе. И нет никакого засора, нет никакой защиты. И поэтому мы видим вот такую вот дичь. Так что, это в том числе подтверждается еще и тем, что... Вот у нас дельта объемов, друзья. Посмотрите. Дельта объемов на продажу уменьшается. Вы это видите? Так, так. Но цена падает. То есть, резкое расхождение по дельте объемов. Это не хухры-мухры, а дельта объемов идет вверх. То есть, перестали продать. То есть, эта свеча должна быть большой. И это, соответственно, меньше, и это меньше. То есть, перестали продавать. А вы видите по цене? Резко вниз. Это расхождение. Острейшая конвергенция на дельте объемов. Но, к сожалению, по больнице мы видим еще донышко. Вот эти 27200, 27100, которых в том числе говорили вчера. Поэтому по-прежнему, к сожалению, сохраняется еще вероятность дохода до этой зоны. Плюс RSI у нас еще не находится в зоне перепроданности. И мы можем протестировать съема 50, то есть вот этот отскок. И потом еще раз макнуться вниз и как раз-таки сходить вот в эти 27100. А может быть, даже уже чуть ниже. О, как заговорить, скажете. Конечно, я же вижу инфляцию. Я же не дурачок. Я работаю только с фактами. И то, что я вижу, то и говорю. В том числе, вы скажете, цели остаются. Цель минимум на месяц это R1. Цель максимум это R2. Они так и остаются. Ничего не изменилось. Абсолютно ничего. Могут выйти определенные данные, скажем, числа 29-го. И вы получите резкое восстановление. Что снизит инфляцию? Сколько раз мы видели, что инфляцию пишут одно, потом раз данные меняются. Это процесс длительный. За этими надо наблюдать. И только риск менеджер и money management спасает нас. То есть, если вы торгуете с 20-м плечами на весь депозит, вам конец. Всего доброго. Навряд ли вы продержитесь вообще в крипте долго. А если вы торгуете на 5% от депозита с 5-м плечом, о, мой друг, нам с тобой по пути. И через 5 лет вы по-прежнему будете живы. Но только уже переедете в Дубай. И скорее всего будете брать Маклара на прокат. Ну и к сожалению, друзья, CPR1 сейчас служит магнитом. Магнитит цену вот эту. Будем надеяться, что 28 тысяч долларов, вот эта Yoma 200 на 4-м таймфрейме, удержит цену. Но это все надежда. И учитывая инфляцию, скорее всего, вот тут мы можем получить серьезный отскок. Который мне в том числе дагрил ранее в видео. И дублировал во вчерашнем. И напоследок RSI. Посмотрите, пожалуйста. То есть, здесь конкретный RSI. Мы пробили 50-ю горизонталь. Чаще всего еще идет как ретест пробитой зонки. То есть, вот этот вот небольшой еще откатик. Не нужно себя потом обманывать. Говорит, что вот мы начали опять восстановление. Нет-нет-нет. Это спасительный откат для тех, кто может быть понабирал, поусреднялся. Есть возможность выйти. Но если вдруг RSI начнет чуть-чуть подниматься. И цена даже перебьет то, что было. Это острейшая дивергенция. Это нам не нужно. Мы много раз говорили. Нам нужно спокойно разгрузиться. Прийти сюда. Окей. Вот по такому принципу. Там резкий отскок. То есть, реакция от 50-й горизонтали у нас была и здесь. Первый раз. Может ли и не быть реакция? Ну, конечно же, может. Вы же видите, что происходит. Если объемы не начнут нарастать. И денежный поток резким не будет выходом заниматься. То, конечно же, мы должны будем протестировать. Чуть-чуть подняться вверх. И потом тогда уже дальше. Но, как правило, RSI и зона перекупленности идет в зону перепроданности. И наоборот. Но только это может растягиваться на длительные периоды времени. Конечно же, с реакциями от 50-й горизонтали. Трейтинг это сложно и интересно. Связано с прогнозами. Если кто-то ожидает, что вы пришли сюда. И по щелчку пальцев будете зарабатывать денежки. То вы даже не представляете, насколько вы ошибаетесь. И только риск менеджмент и манименеджмент помогут вам сохранить ваш бюджет. На день текущий, пока максимальная точка отскока, которую играл Иво вчерашнее видео и писал в телеграм-канале, просматривается 29 тысяч долларов за биткоин. Это вот определено сакральное число, до куда мы можем получить отскок. Это будет даже своеобразным ретестом пробитой шеи Евы и Адама. Если это случится, будет решаться очень важный момент. Возвращаемся ли мы в высшую лигу или двигаемся дальше в боковиках с приходом к CPR-ке 1 до 10 мая, пока мы не узнаем точные данные по инфляции. Что ж, друзья, бывает и такое. И пришло время напомнить фразу. Цыплят по осени считают. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии. В описании под видео замечательная биржа BitGit. Торгуя от меня, вы скажете мне спасибо. Плюс вы можете вступить в чат для рефералов биржи BitGit. Также вступайте в мои социальные сети. ТикТок, Телеграм, Твиттер. И не забывайте, что настоящий трейдер на педикюр и маникюр не ходит. У настоящего трейдера ни на ногах, ни на руках ногтей нет. Потому что нервяков их грызет зубами. Как говорится, и ногтей нет, и зубы точеные. Всего доброго. Увидимся.